Продолжение следует... А если вести ее как сейчас, то она может длиться 20-30 лет. Так что все зависит от цели. Если цель развязать в стране гражданскую войну, то они будут ее продолжать еще много лет. А если это мятеж, то мятеж и путь подавляется за 1-2-3 дня. Если взять блок экономических наших министерств, то до сих пор нарешена правильно налоговая система. В гранической налоговой системе у нас не будет экономического бума. У нас будет продолжать падать производство. Если взять финансовую систему, то она не функционирует. Мы платим деньги, деньги не доходят до получателя. Мы утверлили данного нового председателя Центрального банка в Дубине, и мы надеемся, что Центральный банк будет аполитично реагировать к определенным образом. Это в основном Газпромбанк и до этого Империал. А председатель Госдумы тоже набрал себе из Империала людей, из администрации. Какой же левый блок? Какой блок Ивана Рыбкина? Мы уже предложили Ивана Рыбкина сделать председателем постоянно действующей похоронной процессии. Потому что каждые полгода убивают депутата, поэтому он, как раз, я думаю, это место работы с 1 января могло быть вот таким вот. Погода не чувствуется в том плане, что она управляет страной. Я объехал через почти все регионы. Везде не дали деньги из бюджета 2021 года. До триллиона. Но как может регион развиваться, если положенные ему утвержденные Госдумой деньги не поступили? Вот только что я из Кузбасса. Им должны 1 триллион. С Дальнего Востока, Приморский край. Минфин должен 1 триллион. Кабарда, Найчик. 200 миллиардов. То есть Минфин не дает деньги. Министерство финансов занимается саботажем. Они объясняют, почему это сложности перехода на период? Нет, причем из сложности. Мы же бюджет-то утвердили. В этот бюджет были заложены деньги. Бюджетные деньги. Сейчас он срывает финансирование крупнейшего в мире уникального завода в Север-Адвинске. Завод по производству и по выгодам. Он, Минотеп, Ходорковский решает. Сотни тысяч рабочих с июля не получают зарплату. А он ждет выгодного куска. Куда ему эти деньги направят? Это вообще возможная политика? На сегодня был вопрос обсуждался. Ходорковский и Минтеп, это банк, который должен быть закрыт. Как Мосба, как столичный. А мы закрываем мелкие. Мы опять ищем стрелочника. А главные акулы по развалу финансовой системы, по спаду производства во всей экономике, они остаются на местах. Поэтому отношение к правительству, как было, так остается отрицательное. Единственная фракция ЛДПР, которая и в июне, и в июле, и сейчас, и в Кремле президенту, я прямо сказал, Борис Николаевич, в стране бардак. Люди гибнут. Два миллиона россиян умирают ежегодно, досрочно. Не от старости, не от болезни, а из-за того, что правительство не может обеспечить элементарные условия жизни. В северных регионах детей кормят комбикорм. В страну поставляют негодные продовольственные товары. То есть, Россия это помойка, а с другой стороны кочегарка. И именно так. Армия на полуголодном пайке. Офицеры не получат. У меня письма. Тысячи писем. Пожалуйста, летчики Санкт-Петербурга. Не летают. Парничные войска, армия. И ликвидируют государство. Если действующая в стране пятая колонна этого хочет, то этого не хотят определенные политические партии. ЛДПР, часть депутатов Госдумы. Я думаю, есть и честные министры, есть и честные работники в аппарате президента. Но и для этого и выборы проводятся. Чтобы убрать тех, кто не способен управлять. И привести к власти тех, кто наоборот способен будет хоть чуть-чуть, чуть-чуть улучшить положение наших граждан. Парни Санкт-Петербург, ты ведь честные и нечестные министры, а наш пеньер? Если взять Лидра Степановича, я думаю, как руководитель газовой промышленности и вот этого Газпром-монстра, который стал монстром, так сказать, государства в государстве, это тоже нежелательное явление. Потому что это опять монополия. Это опять появление такого, знаете, нового явления в нашей жизни, когда Газпром может стать новым правительством. Именно сам Газпром. И будет уже управлять не наши министры, а руководство Газпромом, Вяхерев и его команда. Поэтому то, что Лидер Степанович до апреля месяца занимался хозяйственными вопросами, это было положительное. Но с момента вступления его в политическую борьбу, политическое правительство вообще перестало функционировать. Здесь наверху, вы у власти, как вы идете к избирателям? Вы что им скажете? Ребята, дайте нам ваши голоса, и вот тогда мы, после 17 декабря, начнем вашу жизнь улучшать. А логично? Это расчет на то, что половина людей в стране сумасшедшие. Поэтому просто невозможно. Партия идет снизу. Партия идет к власти, если она авторитетна. А делать сверху, это просто извращение. Мы с 17 года находимся в состоянии политического разврата. Разврат моральный остановить легче. Но политический разврат, он у нас продолжается уже весь 20 век. Поэтому тоже сегодня делает наши вот и представители Госдумы Рыбкин, и представители правительства, и все остальные. И московское правительство, и вот нарушение законов, конституции. Все та же, как было после 17 года. Почти та же гражданская война. Те живут 4 миллиона беспризорных детей. 4 миллиона беспризорных детей в стране. А официально статистику подойдет 1 миллион. То есть продолжаем, как при коммунистах, лгать. Занижать цифры негативные и завышать цифры позитивные. Но нам это ложь надоело. Все надоело. Сколько можно лгать? Поэтому мы говорили, что правительство должно уйти в отставку, а оно хочет прийти в Госдуму. Значит, непонятно. Министры ходят в Госдуму. Они и сейчас в Госдуме. Чубайс, Козырев, Шахрай, Завирюх. Они все в Госдуме. Я не понимаю вообще. Ведь такого нет в мире. И депутат, и министр. И снова новую партию создают. Мы особенный Россию. Мы постоянно даем миру пример абсурда. Политического абсурда и маразма. Вот сейчас опять президент больницы. И вот все следы ждут. Вот вышел. Ждем, когда снова ляжет. Вот такое же состояние. Вот такое же состояние. Мы ждем информацию. Снова лег. Ну что это? Как можно жить в стране, когда мы ожидаем информации? Президент на отдыхе. Президент играет в теннис. Президент в ЦКБ, президент снова в санатории. Ну так нельзя. Президент должен быть в Кремле. В Кремле. И жестко руководить правительством, регионами. И участвовать активно в внешнеполитической деятельности. Сегодня Клинтон командует сербами. И наводит порядок на Балканах. Американская солдатня там наводит порядок. Это же полностью подорван авторитет России везде. Я только что из Китая. Арабский мир. Там нас любят до сих пор. Знают русский язык. Но мы же ушли. Там пришли немцы, японцы, Южной Кореи, Тайвань, Гонконг. Но нигде нет России. Есть Россия одна. Все бордели Западной Европы заполнены русскими преступками. И мафия-бандиты господствует Европе. Вот что мы дали Европе. Октябрь. Страшный переворот. 41-й год. Страшная война с немцами. 91-й год. Незаконная смена власти. И 95-й год. Когда русские бандиты и проститутки захватили Западную Группу. Мы ее снова захватили. Только перед вместо армии бандиты и проститутки. И на панель вышел весь народ. Одни торгуют телом. Другие душой. Третьи вещами. Потому что они умирают с голода. И что делаем с естественным хозяйством? Я был в Туле. Яблоки с Новой Зеландии. Другие фрукты с Коста-Рики. Ладинская Америка. Масло с Германией. Куры с Америки. Зерно с Канады. Да что делать? Катульские христиане. Московские. Рязанские. Казахстанские. Все это дадут. Дешевле. Быстрее. Лучше. Нет. Пускай они подыхают с голода. Русские христиане. А дадим деньги западным фермерам. Это называется сельскохозяйственная политика. И целая аграрная партия в стране есть. И ее возглавляют лица, которые находятся в правительстве. Вице-премьер и министр сельского хозяйства. А не от этой партии. Как же они не могут добиться того, чтобы продовольственная проблема решалась в одной плоскости. И наконец вопрос с Чечней. Ведь президент должен прямо сказать. Джохар Мусаевич, никогда никакого независимого государства на территории России не будет создано. Если есть 100 тысяч фанатиков, желающих создать независимое чеченское государство, пожалуйста, Южный Азербайджан, столица Линкарань. У вас будет теплое море, у вас будет нефть и рядом мусульманское государство Иран. И вы будете делать набеги на Азербайджан и на Иран. И Россия навсегда соборится. От этого кошмара. Потому что вся гадость, весь разбрак, вся коррупция, весь бандитизм идет только с юга. Трою на юге. Вы должны с этим покончить. Наша граница на Кавказе, Кавказские горы. Последний южный город России Махачкала. Сегодня это еще Адлер. Завтра, возможно, Сухуми. Потому что Абхазия просит обратно состав России. Но надо точно сказать, где границы России. Но никто не говорит. Поэтому нет настоящей борьбы с преступностью. Вот убили очередного депутата. И ни одного предыдущего убийства не расследовано. Убивают священников, журналистов, певцов. И не находят убийц. Не находят. Что это такое? Если у нас бандитов сегодня 3 миллиона, а армия 1,5 миллиона. То есть бандитов в два раза больше, чем наша армия. Поэтому состояние совершенно критическое. Нам нужно менять команду и менять курс. Резко менять. Но не в сторону брезненского социализма или с югановским лицом социализма. Такое нам не нужно. И никакого шовинизма, национализма нам не надо. Нам нужна демократическая республика Россия. С выборами, постоянно проходящими. Появится правящая партия. Будет ряд оппозиционных партий. Появится новый президент. Новая сильная команда. И все это нужно сделать в ближайшие 5-6 месяцев. И начать с ликвидации национально-государственных образований. Россия должна иметь только территории. Край, земля, губерния, область. Но никаких республик. Или все республики. В том числе Московская, Рязанская, Новгородская. Но делать так, как сегодня один депутат от 700 тысяч избирателей. И один депутат от 20 тысяч избирателей. Это неразумно, нелогично. Поэтому у нас слишком много нелогичного. И пока мы не выйдем из формулы развития. По которой нас спустила пятая колонна. По главе с Гайдаром, Явлинским, Федором, Хакамадой, Боровым, Поповым. И же с ними. Мы будем в тупике. И будем дальше скатываться в катастрофу. Спасибо.